всем привет дорогие друзья посмотрите где мы находимся а находимся мы в мардине приехали из медиата который вы видели в прошлом видео сейчас вечер мы покажем вам мардин вечером и мардин завтра днем ну что я хочу сказать это настоящая невероятная волшебная восточная сказка на этой улице находится наш отель по этой улице мы идем поздно вечером кушать сейчас уже 9 вечера ощущение просто невероятное и 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 Друзья, как я вам и сказала, это настоящая, самая настоящая восточная сказка. Также в Мардине очень много магазинчиков с таким вот мылом. Здесь 8 разных видов мыла. Даже есть с молоком осла, и вот тут написаны все показания, для чего нужно применять это мыло. Пахнет просто невероятно, запах просто потрясающий. Друзья, и в этом магазине мы нашли, наверное, самый большой кусок мыла. Как мыть руки, неизвестно. Наверное, вот так вот мылишь и потом смываешь под воду. Ну, весит он килограмм пять, наверное, точно весит. Очень классная мыла. Мастера по серебру из Мардина также очень известны своими уникальными работами. И все, кто узнавал, что мы едем в Мардин, обязательно советовали приобрести какие-либо украшения вот именно из серебра. Каждое здание здесь, друзья, это просто что-то невероятное захватывает дух. И мы обнаружили с Сайханом вот такую вот лестницу, по которой хотим подняться наверх и посмотреть, что же там есть. Ну, конечно, невероятная красота. Я представляю, как красиво здесь днем. Посмотрите на эту резьбу, на эту архитектуру. И каждая улочка ведет куда-то в какое-то интересное место. Просто можно ходить. Просто ходить и просто глазеть. Ой, невероятная красота. Просто невероятная красота. По тихим улочкам Мардина, ночным, мы с Сайханом спускаемся куда-то вниз, в самую темноту. На улицах никого нет. Днем здесь расположены магазинщики. Днем они, конечно же, открыты. И днем здесь светло. А сейчас здесь совершенно нет никого. В общем, ощущения просто невероятные. Вот такой вот он ночной красивый Мардин. Где ходим, не знаем, но пришли в какое-то место, где, видите, проходит сейчас реставрация. Постепенно реставрировать все вот эти вот дома. Ой, ну красота, конечно, атмосфера здесь просто потрясающая. А еще здесь, представители, до сих пор продают кассеты и пластинки. Очень большой выбор различных специй и сухофруктов. Здесь можно посидеть, отдохнуть, попить чаю. Ну и, конечно же, магазин, где продают различные всякие разные спецы. Айхан, ты мне ловишься? Смотрите, это сухофрукты. Сухофрукты? Из семи разных видов кофе. И продают здесь еще вот такую вот вкуснятину. Это миндаль. Такой особый скорлупин. Очень-очень вкусный. Кофе выглядит вот таким вот образом. Пол килограмма этого кофе, вот в такой вот подарочной упаковке, стоит два. Смотрите, сколько здесь всего вкусного. Ну, это просто невероятно. А вот это тирамису, миндаль в шоколаде. Вот так вот выглядит наш отель. Вот там вот наша комната. А внутри отель выглядит вот таким вот образом. Сегодня мы проводим эту ночь вот в таком классном старинном доме. Ой, ребята, ощущения просто невероятные. Просто невероятные. Самые. И наверху мы сейчас идем на террасу. И на этой террасе есть номера. И здесь накрывают завтрак. И вот такая вот здесь терраса. Слушайте, здесь в Мардине только кино снимать надо. С такой красотой. Просто невероятный. Номеров в этом отеле немного. Позже, точнее уже утром покажу вам наш номер. Ну, а сейчас мы идем спать и встретимся уже утром. Наступило утро в 8 утра, но очень жарко. Поэтому, друзья, в Мардине нужно приезжать либо в октябре, либо в мае месяце. Нам подали вот такой вот завтрак. К сожалению, сейчас берем и фруктов, овощей нет. Потому что все магазины закрыты. И знаете, что я еще интересно узнала? Что в Карсе люди пьют чай с вареньем. Так же, как мы делаем в России. Но ни в каких других городах Турции вообще иностранцы чай с вареньем не пьют. В общем, всем приятного аппетита. А мы кушаем и идем гулять по городу. Вот так вот, дорогие друзья, выглядит наш отель. И каждая комната имеет название. Видите, Османлы, Сельчуку. В общем, у каждой комнаты есть свое название. И сейчас мы спускаемся с вами вниз. Я вам уже показывала. Показывала ресепшн. Сейчас нам покажут одну из комнат, наподобие которой мы проживали. Но я вам обещала показать, как выглядит наш отель и наша комната. Вот таким вот образом. Ресепшн вы уже видели. А комната наша выглядит вот таким вот образом. Мы уже выселили здесь у нас очень большой туалет. Раковина, ванна. Все есть, все удобства. Ну и, конечно же, вот такая вот комната с кондиционером. Отдыхать здесь было очень-очень удобно. Прямо здесь растут вот такие вот гранаты. Тяжелое-тяжелое дерево. Таким вот образом, друзья, здесь собирают мусор. Мужчина на лошади ездит и собирает мусор, потому что в старом городе машины не проедут. В Мардине мы всего один день, и все посмотреть нам не удастся, друзья. Поэтому мы сюда приедем еще в ноябре когда-нибудь. Потому что сейчас очень жарко, и нужно приезжать в октябре-ноябре, либо в мае, в апреле, в мае. Посмотрите, какие здесь улочки. Просто фантастика какая-то. Здесь, друзья, мы были с вами вечером. Но давайте еще раз покажу вам, как это здание выглядит днем. Посмотрите, какая красота. Ну а сейчас мы идем в одну медресе, откуда также открывается красивый вид на город. Вот так вот делают кебаб Мардине из такого большого количества мяса и режут вот такими вот ножами. И как я вам уже говорила, Мардин известен своими мастерами по серебру. Посмотрите, какую красоту они делают. Друзья, вы все знаете, что существует такой вот оберег. По-турецки называется Назар Бонджу. Глаз Фатимы. Ну, в общем, вот такой вот оберег. Все с ним знакомы. И представляете, традиционно для Мардина есть еще вот такой вот оберег, арамейский. Он тоже выполнен как два глаза для защиты. В общем, я себе это купила. И взяла, конечно же, вот такой вот еще глаз Фатимы. В общем, какой-то голубой камень. Сейчас перевод не скажу вам. Посмотреть надо будет в интернете. В общем, какой-то особый камень. А еще, друзья, здесь расположена самая маленькая мечеть, которую я когда-либо вообще видела в своей жизни. Посмотрите. Вот так вот выглядит Медресе. Посмотрите, какая красивая работа по камню. К сожалению, сейчас закрыто, но можно посмотреть через решетку. И открывается вот такая вот панорама на город. Ну и, конечно же, можно помыть руки в холодной воде и набрать воды, чтобы попить. А еще здесь продают вот такую вот натуральную косметику. Вот эта вот штучка открывается. Вот эта вот штучка открывается и можно использовать натуральную краску. Вот такую вот. Ну и, конечно же, для женщин. Женщины красят и глаза, и брови. Стоит вот эта красота 10 лир. И вот это вот тоже 10 лир, но все вместе. А вот так вот делают знаменитая в Мардине Дибе кофе. 7 сортов кофе смешивают. Обычно это делают руками, ну а здесь это делает машина. Еще одно прекрасное произведение искусства мечеть. Но это здание не новое, а 1960 года постройки. вот эта вот церковь была построена в 387 году. Вход стоит 2 лиры. сейчас посмотрим, как церковь выглядит изнутри. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем первое видео из Мардина. Хочется вам все снять, показать, поэтому будет еще одно видео. На сейчас мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. пока-пока.